Сегодня поговорим про настройку NGIN SCA PLUS PHP FN. Зайду его, наверное, немного издалека, не знаю зачем, но на всякий случай. Изначально у нас что были? У нас есть IP-адреса и один хост, одна машина, это один IP-адрес. В общем-то хорошо, но с точки зрения веб-хостинга не очень хорошо, потому что мы хотим один сервер, запринуть не один, а тысячу. Нам надо их как-то различать. Соответственно, различаем по заголовкам. У протокола HTTP есть заголовки, которые можно посмотреть, наверное, сейчас в любом браузере. У нас есть вот раздел Request Headers, где есть заголовок хост. Это то, что мы вбили в нашу адресную строку. Но хост это именно URL. То есть у нас есть URL, у нас есть URI. То есть там Locator, Repomantive Fire. URI это полностью все, что здесь написано. URL – это вот чисто первая часть домена имя. Следственно, мы, когда отправляем запрос на сервер, мы берем домен имя и пишем это в заголовок хост. А кроме этого у нас должен быть... Тут ничего нету, да, этого. Запрос. Ну, полностью адрес он тоже передается, но как-то по-другому. Об этом я, кстати, не подумал. Это нам пригодится дальше. Так. У нас есть почти голая система Ubuntu. Я взял. Потому что просто мне ближе. Софт мы устанавливаем обычно, да, от aptitude или apt-get install, engine. Но, точнее, не совсем так, но близко сейчас. Тут целый набор, да, мы видим там, jingxcore, jingxextras, full, white, naxi. Они отличаются набором компилированных плагинов. Например, мы можем длинуть. Ну, и мы видим целый огромный набор стандартных модулей, дополнительных, почтовых и сторонних. Если вы знаете, что вам нужны какие-то из этих модулей дополнительных, и вам не хочется самому собирать jingx с нужным набором, то вы ставите с большим набором. Но это влияет на размер как-то бинарника, соответственно, чем больше модулей вкомпилированных, тем тяжелее nginx. А почему именно nginx? Почему nginx? У нас есть вот самые супер распространенные сейчас веб-сервере два, да, это Apache nginx. Есть еще lite, по-моему, httpd. Разница между, изначально, между Apache nginx в том, что nginx был спроектирован так, чтобы без большой нагрузки на систему держать большое количество соединений обработанных. Apache же изначально он создавал отдельные процессы под каждый запрос. Это, во-первых, относительно, ну, естественно, в компьютерных терминах это долго, да, то есть создавать каждый раз дополнительный процесс. Во-первых. Во-вторых, Apache спроектирован так, чтобы иметь возможность исполнять код без обращения к внешним обработчикам. Вот, например, мы собираем мод PHP, и как таковой PHP в системе нам уже не нужен. То есть сам Apache получается обрабатывать за трансом. Это тоже большая нагрузка на память. В принципе, в, ну, по прошествии времени были, это так называемый сейчас Apache Prefork, когда вот создаются отдельные процессы. Есть другие мультипроцессы для модулей, такие как Worker и Events. Они, вот, Worker, он больше похож на Nginx, и, в принципе, с ним тоже можно эффективно работать. Но как-то так получилось, да, что все привыкли, что Apache тяжелый, да, вот этот Prefork. И начали ставить везде Nginx в качестве Proxy. То есть за Proxy получаем Nginx, какие надо стать пообрабатывать санты в картинке, там, CSS выдают. А все, что требует обработки, допустим, PHP или другого языка, он передает дальше. То есть у него нет встроенного обработчика. За счет этого он в том числе легкий. А потом все подумали, блин, зачем нам держать там позади Apache, если у нас есть классный легкий Nginx. И почему бы нам не выкинуть Apache и не обрабатывать, не передавать запросы на прямую обработчику, да, там, PHP, например. Ну, я думаю, что скорее это исторически сложилось. И так как все знают, что есть классный Nginx, никто не заморачивается на то, чтобы классно настроить Apache, в том числе и я. Но он жирный модуль Apache. Он более жирный, но у него есть определенные плюсы, да. То есть, в принципе, в режиме Worker или Event, ну, если включить определенный модуль, то он будет тоже отлично работать. Если там включить всякие кеширования, то тоже были такие, да. То есть в таком случае Nginx может быть даже и не ниже. Но Nginx это один из немногих, не знаю, чуть ли может не единственный вебсервер, который решает проблему 10 тысяч соединений. То есть изначально его написали для того, чтобы решить проблему 10 тысяч соединений на машину. Да, на Nginx, чтобы он действительно держал большую нагрузку. Ну, Apache. А вот на хостинге. Ну, если в Северной сервере, где-то Apache. Там, по-моему, уже Apache стоит. Ну, там вот этот файловая дешеврация, что-то есть. Да, да. На виртуальном хостинге зачастую сейчас, да, на современном, стоит вот именно связка Nginx Plus с Apache. Потому что всем нужен... Apache как раз имеет возможность реконфигурации на лету. Ну, это если вы выберете этот файл htaccess, пишите в него нужные директивы для вебсервера. И при следующей загрузке страницы он, собственно, вам уже обрабатывает данные с новыми устройками. Да, этого в Nginx этого нет. То есть в Nginx нет вот этого. И Nginx нет на лету подключаемых модулей. Да, то есть нужно пересобирать Nginx, чтобы подключить дополнительные модули. В Apache, в принципе, можно просто револок сделать. То есть, ну, на лету это все сделать. Что касается внешних модулей, то где-то я читал, правда, давненько, что вроде как в этом где-то году хотели сделать, вот, Nginx добавить возможность подключать модуль на лету. Чем, опять же, вот... То есть Apache хорош тем, что он может на лету подсасывать настройки. С другой стороны, это же его и замедляет. Да, потому что ему нужно каждый раз прочитывать директорию. Причем это же все как-то вложенная структура, да. То есть вы можете на более глубоких уровнях папок переопределять настройки, которые там заданы в папке выше, да. В htaccess. Ну, то есть у нас в корневой папке лежит htaccess, в котором одни настройки. В под папке лежит htaccess, в котором другие настройки. Inginx и Apache нужно прочитать, пролистать во всю глубину, да, директорий. Найти все эти htaccess и понять их и выполнить. То есть это замедляет работу. Вот. Поэтому и у Apache Inginx есть свои плюсы, и они дополняют друг другу. Но если у вас жестко, то есть у вас один выделенный сервер, где один сайт, или даже несколько сайтов, которые вы управляете самостоятельно, то зачастую Apache все-таки добавляет, ну то есть он лишний в этой связке, что называется. Он ест память, он ест процессорные ресурсы, и если есть возможность от него отказаться, то почему бы от него не отказаться. Но, если вот на самом деле, то Apache не так сильно замедляется, не считая вот потребление оперативной памяти. Он просто так сделан, что он потребляет оперативной памяти больше, чем уже. Вот. И, ну это больше просто современная тенденция. То есть, как бы сейчас можно делать так. Вот, смотрите, да, какое здесь огромное количество модулей. И есть. Light. Да, где гораздо меньше модулей. То есть, только все стандартные и ряд дополнительных. Поэтому, если вы знаете, что вам не нужны навороты, лучше стоять минимальный набор. Я его уже поставил. А именно для фронт-энда BDM-генса принципиально какие модулы будут стоять? Или наоборот, надо по минимуму больше? Зависит от того, что ты собираешься использовать. Ну, по сути, только перед направлением запросов на Apache. Тогда, скорее всего, тебе минимум подойдет. Да, потому что вот модуль прокси. Он здесь уже есть в Light. Интересно, что в Core. Здесь побольше, да, вот такие вот. Если тебе нужно просто проксировать, ты без особой логики, то, в общем-то, Light подойдет. И, причем, тут основные вещи, в принципе, есть. Рерайт. То есть здесь есть и рерайт. Так, я тут смотрю. Есть рерайт. Есть. И вот. Не хватает некоторых классных штук. Например, не хватает. И здесь есть хорошая штука, как Limit Request. Да, вот SSL видишь, что это в дополнительных модулях. И здесь есть хорошая штука, как Limit Request и Limit Zone. С помощью которых ты можешь как-то сдерживать нагрузку. То есть с помощью этих вещей можно создавать очередь из запросов. Этим можно, например, зачаститься от такого легенького DOS. Просто потому что… Он ограничивает майк, которые вам обрабатывает и держит. То есть он часть, допустим, пять запросов одновременных он выполняет сразу, передает куда-то дальше. Если там, допустим, от пятого до тридцатого, он просто держит эти соединения и постепенно их выполняет в этих пяти. То есть как бы очередь такая. А все, что больше, он просто отбрасывает с кодом. Смотри, например. Так. Это у нас что касается Jinx. Еще у нас, если мы используем PHP, мы используем PHP. Интересно тут написано, как расшифровывается. Fast Process Manager. Это обработчик, который запускается как отдельный гемор, обработчик PHP и управляет процессами. Что значит управляет процессами? В случае необходимости он запускает дополнительные процессы. Если они уже освободились, он их убивает. То есть он динамически может как статически управлять количеством запущенных процессов, только три процесса и все, и не больше. Может динамически. То есть получается, если, допустим, у аргенция одновременно будет пять подключений, то на обработку три уйдут и два в очереди пока упаковочник не освободится. Ну, даже не так, да. Ну да, то есть получится два, будут как-то ждать, пока все сделается. Вот. Либо мы можем динамически, да, чтобы нам память не засорять, допустим, постоянно держим два или три запущенных и там максимум шесть, например. В случае скачка нагрузки будут запущены дополнительные процессы. Как только там нагрузка спадет, они закроются. Как я понимаю, возможность запускать демона, который бы принимал запросы по FSCGI была и до FPM, но FPM такая удачная реализация, так же как Nginx, видимо, FPM был написан под определенные задачи определенного разработчика. да, как Nginx был написан в Rambler, да, софтер работал в Rambler и им нужно было решать определенные задачи. И он их отлично решал, ну и потом постепенно вышел в open source и в широкие массы. так же FPM тоже, кстати, написан российскими разработчиками. Потом его определенный момент, не помню в какой версии, F5, наверное, что-то там, F2, F3, его включили в стандартную поставку. В PHP, его включили. Слушай, а если стадится вот выбор между однобочками FTP, FPM и Apache, то где эта грань? Почему переходить, например? Крайне, в принципе, нет, да. То есть, если тебя устраивает наличие Apache, то можешь отлично использовать Apache SMOD HP, и вот эта вот балансировка, как бы создание процессов, выбивание процессов будет именно Apache, да, делать. у него какие-то свои вещи есть, дополнительные модули всякие, подключенные и прочее. А здесь у тебя чистый такой, чистый, кристально чистый PHP, да, без дополнительных навесов. Вот. Ну, то есть, это вот такая как-то, не знаю, игрушка, что ли, да, то есть, у тебя есть Apache Nginx и PHP, ты их так вот крутишь, как бы, под свои, не, под свои нужды, да. То есть, ты можешь вообще убрать Nginx и запустить Apache, которого не будет мод PHP, он будет точно так же проектировать запросы по FaceGi на PHP в первую. То есть, как бы, вот. Ты смотришь, что тебе надо. Если у тебя есть какие-то дополнительные нужды, вот, которые не решает Nginx, то ты берешь Apache и, да, вот, вот, HPFPM. Ну, но, у Nginx есть просто такая вещь, которую он действительно классно делает, действительно лучше, чем Apache, это работа со статикой. Да, то есть, он почти ресурсы незатратно отправляет статический файл клиентам. Поэтому он их зачастую и делает, да, чтобы... Не все запросы поступали на Apache. Ставят, зачем Nginx перед, да, почему? Чтобы не все запросы поступали на Apache, даже на статику, сделать так, чтобы статику отдавал Nginx, Apache он не трогает, да. А вот запросы на обработку скриптов передаются Apache. Там, по-моему, еще схема, то, что вы набираете Apache, и в результате Apache убивает его. Если у меня данное соединение, то Nginx ждет уже, пока у него заберут. А, ну, и это тоже, да. Он как прокси работает уже. Да, то есть, он получает запрос от Apache, Apache освобождается, и он дает данный клиент. А вот статика это? Статичный просто штаммагируется или взять какие-то картинки? Да, да. То есть, все файлы, которые не надо обрабатывать, которые надо просто отдать. Все, кроме скриптов, фактически. Ну, просто, как бы, не знаю, мне кажется сейчас статичную страничку. Нет, нет, у тебя по факту, когда покупачная страница уже генерилась, она тоже уже считается статикой. То есть, если в кэшку лежит? Да, да. То есть, как ты говоришь, эта страница, она уже статикой. И, в любом случае, любой сайт содержит, при загрузке страницы практически любого современного сайта у тебя содержатся. Да, CSS, Village. Ну и картинки. И это статика. Собственно, посмотрим, как это все настраивается. Тут очень много самодокументированных. Многие конфиги самодокументированные, что называется. Там очень много тех, кто... Начнем на VG. Здесь есть определенная структура директорий. Она характерна именно для операционных, основанных на Debian. Ну, потому что в CentOS и там по-другому. здесь есть основной конфиг, которым мы пробежимся на секунду позже. Вот. И здесь есть из инклуда вот эти. Прямо сразу прописано. «Included» все конф файлы или вообще все файлы из определенной директории. Соответственно, изначально мы создаем описание сайта в директории «SitesAwayLabel». «Default», например, здесь. И опять же, включить текст. И потом этот сайт, делаем сим-линк в директорию «Восключенный сайт». Это нам позволяет легко подключить, подключить, отключить сайт. Не убивая конфиг, да. То есть не переименовывая, ничего с ним не делая. Ну, грубо говоря, да, то есть сим-линк. Тут видно, да, что дефолт указывает на тот файл. Мы, соответственно, истираем сим-линк. И, соответственно, какие-то конфигии есть в пайле в директории . Ну, сейчас там ничего нет, но мы можем туда положить какое-нибудь описание какой-то функции. например, там полностью кэширование. Настройки кэширования сложить в отдельный файл, положить их в директорию .confd, и они будут автоматом подгружаться. Вот он, нажимаем конф. Здесь можно делать какие-то настройки, конечно же, но он вполне работоспособен в базовой, так сказать, конфигурации. Первая строка – это мы задаем пользователю, из-под которого запускается Nginx. Опять же, недостаток, своего рода недостаток Nginx в том, что все процессы Nginx работают под одним пользователем. мы не можем разграничить на уровне Nginx скрипты разных пользователей так, чтобы к ним не было доступа. поэтому тут можно использовать какого-либо непривилигированного пользователя, по умолчанию создается пользователь 3W дата. Воркер процесс. Извините, пожалуйста, а чем проблема в том, что мы используем жабу пользователя под скрипты разных сайтов? Это вопрос безопасности? Да, это вопрос безопасности. То, что если сломают… Один сайт доберутся до всего остального. Да. Если ты сможешь получить доступ, больно еще говорить, учетку от этого пользователя, ты, в принципе, получаешь все его папки, доступы и так далее. Если у тебя взломали один сайт, то у тебя взломали все сразу. У Apache, наоборот, там каждый запускается под свои… У Apache есть свой мультипроцессинг модуль, называется IT. Блин, я его забыл уже. В общем, есть отдельный, он работает как Prefork, но да, он может создавать отдельный процесс. То есть, когда есть запросы к каждому сайту будут от своего проза? Да, естественно, ты можешь с файлом назначить такие права, что другие пользователи к ним доступа иметь не будут. Понятно. То есть, если я вот это получил доступ к моему сайту, то видишь дело, как происходит процесс взлома, если я получаю доступ к какому-нибудь сайту? Честно, я не спец по взлому, да, но суть в том, что через какие-то ошибки в скриптах в CRM, например, да, та же Joomla 1.5 сильно известная. То есть я могу осуществить записи в другие файлы? Ты можешь, да, осуществить… Допустим, есть такая штука называется веб-шелл. То есть это скрипт, который ты открываешь в браузере и видишь прямо файлы и можешь с ним выполнять действия. В случае, если у тебя права позволяют делать что-то с осенними директориями, то, естественно, с одного веб-шелла можешь загадить кучу сайтов. Ну, то есть просто уже распространить свой домашний код в другие директории. То есть РПХ поможет записать какую-нибудь, то есть ученицу обработки файлов, записи файлов и путь задать какой-нибудь не своей папке, а в любую папку задать. Вот. Плюс там же могут висеть еще какие-то внутренние сайты, которые пользуют любые привилегированные. Да, то есть потенциально это нехорошо. Поэтому, ну, в данном случае связка вот чисто NJIMS, там можно сделать разделение, но это менее безопасно. То есть это лучше использовать не... То есть вот такая чистая связка NJIMS, там рабочий PHP, лучше все-таки не на виртуальном хостинге, а для кучи пользователей. Это если вот ваш сервер и вы знаете, что вы делаете. Поехали дальше, да, worker processes. Это количество отдельных процессов NJIMS, которые будут запущены. NJIMS обрабатывает запросы на уровне нити, да, грубо говоря. То есть один процесс может обрабатывать кучу запросов. Поэтому рекомендуется ставить количество worker равным количеством ядер в вашей системе, чтобы просто более эффективно использовать ресурсы системы. ПИТ это ПИТ. Путь до файла с идентификатором процесса. Events. То есть вот здесь мы можем уже указать количество соединений на одного worker. в принципе можно смело ставить там две тысячи. Ну, что там такое. Ну, пожалуйста, а вот эти вот две тысячи, они будут в каждом? Да, на каждом. То есть, соответственно, умножая на четыре, получила уже восемь тысяч. Ну, грубо говоря, но у меня тут скорее всего одно ядро. Кстати, вот, да, вот этот момент, допустим, ну, как раз, допустим, я имею в виду рабочую систему, по сути. Имеет ли смысл несколько процессов запросов? Ну, я же говорю, по количеству ядер. Да? Ведь... Просто один процесс ядра не утилизирует полностью ядро, а... Этого вам хватит, скажем так, да? То есть 2048 соединений... У вас VPS-ка ляжет. Да? То есть, как бы... Одного принцесса на ядро вообще заглаздище просто. А если вы купили, там, VPS-ку посильнее, с двумя ядрами, ставьте два. Если это выделенный сервер, то, опять же, по количеству ядер. Ну, просто 2048 одновременных соединений – это очень много. Да, это надо понимать. Потому что даже 10 одновременных соединений, то уже, там, если пересчитать на сутки, то это дофина. Я тут позиция именно эффективнее, как бы, за 10 именно на один подключение или эффективнее именно больше подключение, на один процесс. Лучше, я думаю, больше соединений, да? Потому что это будет потреблять меньше памяти. Потому что, все-таки, просто наличие процесса уже 3x, ну, ресурсы, вроде, располагаются. А, вот, дальше. Вот эти настройки. Я, по-моему, так и не выложил ссылку на перевод статьи. Это вот все четенько расписано. Я ее не прочитал повторно. Ну, вот, поэтому я, наверное, выложу все-таки ссылку, и вы сами почитаете. Но вот в этих трех параметрах, да, основная сила Nginx. И это определяет его способность отлично работать со статикой. И я даже не знаю... То есть, чтобы выключить какой-то параметр вот из этих трех, вам нужно четко знать, что вам нужно это выключить. Это значит, что вы не будете ходить на мои занятия. То есть, как бы, уровень понимания должен быть высоким. Keep Alive – это время поддержания Keep Alive соединений. Keep Alive, надо сказать, что это. Естественно, не вдаваясь в детали. Кратко – это, опять же, попытка более экономно расходовать ресурсы. То есть, у вас запускается на сервере процесс, который принимает запросы от одного конкретного клиента. И все-таки даже в случае Nginx запуска отдельного, там, даже нити, он все равно хоть сколько-нибудь расходует ресурсов. Именно сам процесс запуска. И, наверное, процесс убивания после этого. Поэтому мы можем запустить и установить соединение. В рамках одного соединения пересылать там не один файл. Одну CSS переслали, закрыли, там, снова запустили, там, вторую CSS пересылали, снова закрыли. А мы можем запустить и держать соединение. Естественно, все файлы, связанные с конкретной страницей, будут переданы в рамках одного соединения. После того, как мы все передали, в принципе, передача данных инициирует все-таки браузер. И мы не знаем, что все, нам пора закрыть соединение. И мы какое-то время ждем. После того, как мы закончили передачу, мы ждем, там, следующей передачи. И мы можем установить тайм-аут, после которого нам это соединение закрывать. То есть, вот мы что-то сделали, дальше запросов больше нет, там, через 65 секунд мы закрыли. Этот параметр, скорее, я думаю, можно опытным путем подбирать. Ну, то есть, если вы знаете, как-то там отследили, что у вас висит куча открытых соединений, и зачем вам это держать, можно-то и попробовать тайм-аут поменьше поставить. То есть, если под вашу задачу 65 секунд это много. Я обычно ставлю где-нибудь 45 секунд, потому что, мне кажется, ждать минуту все-таки довольно долго. Пожалуйста, а вот от чего все-таки зависит рекомендуемое время тайм-аута? То есть, например, у меня есть какие-то элементы, которые периодически прокуратся, например, на галереях картинок, и она периодически, там, раз в 5 секунд он делает новую картинку. И, соответственно, идет новый запрос на то, чтобы эта картинка загрузилась. Тогда, в принципе, какой тайм-аут имеет смысл выставить. Ну, например, все троятся в кофе за 10 секунд. Нет, я не могу ничего рекомендовать. Это нужно собирать статистику. Тут еще видишь тот момент, что на том конце может все зависнуть. Теперь тебе это подключение будет жить независимо от этого. От человека отключился, например, на этом, там, бум, там, не знаю, перегорело что-нибудь. Вот, поэтому ждать слишком долго, как бы, не стоит. А вообще, это параметр, который, если нагрузка маленькая, то вам на него кофе будет. Да, то есть, ну, минуту повисит, ничего страшного, если второй человек там через час задел. Если нагрузка большая, то вам нужно собирать статистику, да, то есть время. Среднее время вот этого, не знаю, среднее время, когда клиент перестает что-то запрашивает. То есть у вас сесс-лот? Сесс-лот, либо, может быть, статистика встроенной в скрипты, да, то есть вариант в массы. И на основе уже статистических данных можно подстроить. Вот, всякие хэши. А-а-а, так... А-а-а, ну, все-таки, а вот, ну, смотрел на 33 параметры, я так сказал. Очень интересно, что за сесс-лот? А-а, слушайте, я говорю, у меня не уверен, что сейчас... Идет, составь теперь. Все это будет работать. Все это будет работать, потому что... Просто надо что-то с сесс-лотом, 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 сесс-лотом. А-а-а, нет, только что не работал. Не знаю, из-за чего, что-то там сломалось на том конце. А-а-а, как там было сент-файл? Мне понравилось в Firefox, и все понравилось нам, без тонких настройках. Трогайте здесь, только если вы точно уверены, что вы хотите сделать. Да. Ну, например, про сент-файл. Это стандартная вещь. Вот, собственно, сент-файл копирует данные между дескрипторами. Из-за того, что это происходит внутри ядра, сент-файл более эффективен, чем комбинация Read&Write, которые требуют передачи данных в и из пространства пользователя. Это просто особенность, скажем так, архитектуры Linux, что сент-файл просто изначально спроектирован так, что он более эффективен, например. Это что касается именно файлов, да, как таковых. Это опасается записи на диск или есть процесс? Запись, чтение с диском. А, то есть больше, конечно, в случае Nginx это чтение с диском. А есть какие-то проблемы с безопасностью? Нет. А, то есть можно с т.е. смысл ставить? Конечно, а не только можно, но и нужно. А полмолчание, да? Он включен. То есть вот сейчас все настройки здесь помолчали. Но push and delay связаны с оптимизацией передачи данных по протоколу TCP. Детальные я вам сейчас не расскажу. Одна связана там с какой-то задержкой, да, как видно, delay, которая присутствует в как-то в самом протоколе для определенных нужд, которые сейчас могут быть неактуальны. И ее отключение, соответственно, ускоряет опять же передачу файлов, выдачу файлов, скажем так. Но push это связано с размером пакетов, да, с заполненностью пакетов. Если выключено, опять же, заполнение пакетов более оптимальное, и мы снимаем какие-то задержки, связанные с неполными пакетами. Да, это вкратце ясно. Вот эти вещи опять же стандартные, их лучше просто вставить и не задумываться. Это пути до логов. В логах есть, как бы это сказать, есть плюсы и минусы. Плюс в том, что вы можете посмотреть, что у вас происходит. Минус в том, что вам надо писать на жесткий диск, а жесткий диск – это самая медленная память вашей системе. То есть это дополнительные задержки. И все, что вам логировать не нужно, лучше не логировать. Не логировать на что-то другое. Ну, да, но вообще, все-таки базовый принцип, да, логировать… Если вам нужен, ну вот, вы пытаетесь достигнуть просто максимума производительности, то логируйте только то, что вам нужно, да. То есть, например, только запрос к речке скрипта. А Маклос выкрывать на подобие как C++ серверам, чтобы передавать просто логии не на диск, а под систему, а на другую. Так не скажу, я думаю, можно. Не пробую. Дальше GZip. GZip – это, собственно, компрессия файлов на липту. Итак, суть в том, чтобы нам передавать поменьше данных по сети. Естественно, так как скорость интернета не у всех разная, одинаковая. И, конечно, для тех по подключению 100 мегабит передать лишний мегабайт вообще незаметно. Зачастую людей там в среднем 2-3 мегабита. И даже в этом случае нам стоит экономить пропускную способность. На что это влияет? Быстрее передаются данные, если включить сжатие. Но так как нам нужно еще и сжимать перед выдачей, это дополнительная некая нагрузка на процессор. Вот тут можно указать GZip Compleil уровень сжатия от 1 до 9, где 9 максимальный. 6 – это максимально разумный предел. Потому что иначе вы, конечно, достигаете еще какой-то дополнительного сжатия. Но сильно растет нагрузка на процессор непропорционально, то есть не разумно. Хороший вариант – это 5-6, не больше. Я обычно ставлю даже 5. Я обычно все это включаю. Здесь можно указать дополнительный список, если есть файл, который нужно сжимать. То есть список типов файлов, которые нужно сжимать. Есть еще у Nginx параметр GZip Static. Что он делает? Если его включить, то Nginx будет искать в директории с файлом файл с таким же названием, только с расширением .gz. По сути, в заранее провести его. Да, статистическое сжатие. Вы можете заранее прожать свои статические файлы. И Nginx не будет тратить ресурсы процессора на сжатие, а будет сразу выдавать уже сжатый файл. И это, собственно, бывает здорово. Здесь ее нет. Называется, по-моему, GZip Static. А скажите, а это модуль, который устанавливается в цифру Молчанинской загрузки в репозиториях, или это модуль дополнительно? Мы в начале говорили, что, например, в дистрибутилах основанных на Debi, в репозитории есть несколько Nginx, если можно так говорить, с разным набором этих модулей. Можно подобрать тот, в котором этот модуль есть, но довольно часто. Так, Nginx мы не будем рассматривать, но я упомяну, что существование такой штуки, как HTTP Firewall. То есть это система, которая анализирует данные, связанные с HTTP, и может вас защищать от всяких SQL-инъекций и прочих гадких штук. То есть, в них было принципово, что она анализирует содержимое запроса и прочие другие вещи. Честно, я сам, хотя я знаю о ней довольно давно, ни разу не пробовал. Для патча есть мод Security и есть мод Security для Nginx. Но по умолчанию вы можете установить Nginx Naxx, как вы видели у меня в репозитории. Уже будет вкомпилирован вот этот модуль Naxx, с которым вы можете работать. Надеюсь, он же полностью не предотвращает эту возможность. То есть, HTTP нет, конечно. То есть, это на основе правил. Не знаю, как в этом с этим я не работал. Как я сказал, я уже ни с каким не работал. В мод Security есть разные настройки. И более того, вы можете включить опять же логирование. Вы делаете запрос, смотрите, как на это реагирует мод Security и четко под себя подстроить правильно. Я думаю, что он не пишет влог, а потом он не лезет, а прям он не лезет. На основе этих правил, на совпадении ситуации под эти правил. Допустим, если кто-то попытается написать за хвост пост какую-нибудь админку, то она будет его на самом деле сделать? Ну, грубо говоря, да. Fail to ban, по-моему, он, в принципе, сразу пишет. Fail to ban, по-моему, все-таки читает влог. Да, он не читает и от этого выводит. Да. Буквально это мы разбирать не будем. Скажу, что Ginex может проексировать не только HTTP, но и почтовые протоколы. POP3 и SMTP. Вообще, говорят, в последней версии могут проексировать вообще все. Да, то есть есть такая прога х-прокси. Высокодоступная прокси, короче, по-русски. Она умела проексировать все, то есть и балансировать именно. Сейчас Ginex, по идее, может все тоже. Ну, по крайней мере, может выступать в том же качестве. Окей, да, посмотрели базовый конфиг. Так, общих чертов. Есть, как я уже говорил. Давайте посмотрим на то, что есть, а потом посмотрим более реальный пример. Здесь отдельный сервер, это отдельный сайт. Ну, то есть это блок сервер, который выделен фигурными скобками. Listen пишется, на каком порту мы хотим слушать. Это стандартный порт HTTP 80. Но если мы хотим повесить на 81 или на 181, то, пожалуйста, есть ли эти порты слабо? Root – это, соответственно, корневая директория, то есть директория, в которой лежит наш индексный файл. Список индексных файлов ниже. На всякий случай напомню, что индексный файл – это тот файл, который открывается по умолчанию, когда вы открываете сайт без указания четкого пути до файла. Ну, вот, да, как здесь. Здесь только домен и имя, соответственно, по умолчанию открываются некий индексный файл. Не обязательно индекс PHP или индекс HTML, но он всегда указан в настройках сервера. Да, можно попробовать. Не знаю. Либо она 3 директора, либо она существует. А вот, допустим, нет такого файла. Индекс HTML есть, но мы не обязаны указывать индекс HTML. Ну, такое, просто как, договоренность. Не знаю, может, это где-то и в стандарте прописано. Соответственно, Root – это директория, в которой искать индексные файлы, слева направо, в следующей строке. Мы можем последним пунктом добавить индекс .php, например. И он будет их всех рассматривать. Иногда отсюда у него опытных пользователей возникают сложности, когда у них в папке есть как индекс HTML, так и индекс PHP. Они ожидают увидеть содержимое файла индекс PHP, а получают содержимое файла индекс HTML. Просто потому, что все эти файлы переписаны, перечислены в строке индекс, но индекс HTML стоит левее. Server Name. Server Name – это как раз домен и имя сайта. То есть, то, что указано в заголовке хост. Таким образом, происходит отделение одних сайтов от других на машине с одними и тем же IP-адресами. Location, касая черта, это, собственно, root. Мы можем настраивать... Location – это часть из адреса. Мы можем анализировать адрес, вот как здесь. И в зависимости от того, что у нас здесь указано, какие-то разные вещи делать. Выдавать разные файлы и так далее. Что у нас еще есть? Вот здесь есть готовый, подготовленный, скажем так, блок для передачи, обработки PHP-файлов в FSCJ. Посмотрим, как бы. Ок. Вот другой, соответственно, сервер описывается. Таких может быть множество, но так как конкретно в Debian, в основанных на Debian дистрибутивах, там вот эта вот система двух папочек для включения с помощью 7-линков, то лучше разные сайты описывать не в одном конфиге, а создавать каждый отдельный конфиг под каждый сайт. То будет и более удобно читаемый, и более управляемый. Ага. Я не знаю, что у нас в том времени. Чего-то прошло. Давайте лучше посмотрим на каком-то более реальном примере. А он у меня где-то был. Или давайте сконфигурируем. А, еще перед этим простой команда, которая просто вас может выручить, когда вы работаете на боевом сервере. Так сказать. Назовывается на LGINX-T. Отменить конфигурацию по 6-линкову времени? Нет. Это тестирование. Тестирование конфигурации на валидность. Потому что вы забыли где-то скобочку или еще что-то, перезапустили сервер и до свидания. На эту страну легко. Он, кстати, не переспускается. Если он видит, что уже перезапускается. То есть... Ну, тогда... Если... Вообще, есть релот. То есть это перепрочти... Не перезапуск. Именно LGIN остается запущен. Он читает заново конфиги и применяет. Есть рестарт. Рестарт – это фактически стоп-старт. Стоп-старт. Он стопается, а запуститься не может. Потому что у вас ошибка в конфиге. Поэтому лучше предварительно протестировать и посмотреть все в порядке. Давайте создадим какой-нибудь тестовый файл. где-то тут. Стоп-старт. 1. 2. 2. 3. 5. Не... Не хотим. Тачхе хотим надо. я напишу пока ну то есть он нам выдаст без обработки просто как есть надо предоставить доступ нужно не заморачиваясь до нас 80 порт по идее уже этот это опять же все делается вот здесь ты пишешь лист он не обязательно порт только указывать если ты укажешь только порт он тебя будет слушать слушать если тебе нужна конкретно айпишники то вот здесь ну вот как строка ниже ты пишешь айпишник если я ничего не буду ну вот в данном случае он должен везде давайте даже протестируем так вот видно первая строка видно что он слушает на четырех нулях четыре нуля это как бы любая строка на всех интерфейс на восьмидесятом порту у меня тут должен быть теперь нам нужен собственно обработчик 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 PHP нам нужно сконфигурировать PHP в первую он супер самодокументированный основной да конфиг просто все описано все описано что можно все что может быть описано здесь описан да то есть ты можешь один раз прилину можно один раз прочитать оставить себе необходимые там фигуру параметры которые подходят конкретно тебе остальное оставить допустим по умолчанию то есть удалить все это оставить только нужно что можно здесь настраивать приоритет процессу да например вообще общее максимальное количество процессов то есть мы можем их настраивать по пулам то есть по наборам обработчиков можем их настраивать глобально конкретно апач здесь примерно то же самое как все делается в принципе вы знаете сколько у вас всего памяти в системе ну это на 2 гигабайта вы запускаете по нагрузку и смотрите сколько у вас один процесс занимает остается наберяйте день 75 процентов от общей памяти делите на то количество памяти которое занимает один процесс и видите максимальное количество процессов которые вы можете себе позволить вот считаете по память если по нагрузки проблем то это немного сложнее то есть вы ищите способы снять обычно самый такой простой метод это все закеширует на скеширование на скеширование на скеширование везде где можно что-то закешивать ну или опять же да можно немножко снизить лимитное количество процессов но это обычно не очень в случае если у вас стопроцентная нагрузка снизить это одного-двух процессов не решает ситуация потому что обычно это лифт какой-то виртуал вы слышали это на любой виртуал то есть у меня у меня в работе у нас допустим в компании в которой я работал по умолчанию настройки были апача базовые связка на жены с апач апача по умолчанию там что-либо 256 процессов можно 256 процессов в тебя уложит ну все что угодно и так или иначе все равно приходится вот так вот считать и выставлять ну не скажи ни всем что угодно положить положить не ну в таком случае ты не сможешь позволить себе сервер ну среднестатистический человек не может себе позволить я с традицией интервизора тут видишь в чём умеет допустим если виртуалбокс то там у него косяки уже начинаются где-то 80% нагрузки виртуалки на виртуалбоксе продакшн виртуалки хостинг на виртуалбоксе никто не делает не поверишь в чём а вот в FPM где будет надо краницить количество процессов вот здесь вот есть вот процесс макс есть параметр это максимум вообще для всех да то есть там под каждый сайт настраивается свой пул в котором есть свои настройки максимум и минимум а вот это глобальная настройка для всех пул да то есть вообще в системе нельзя запустить больше чем вот определенные вот под каждый сайт это по хп и не в сейчас я покажу да для него это вроде свопа для системы это именно оператив Такие редкие взлеты на русские контентивы. Здесь я, по-моему, настраивал какой-то самый минимум, и то я даже себе этого не записал. Ну, потому что здесь можно что-то подстроить, но, в принципе, вот этот вот все-таки параметр процесс-макс лучше установить в какое-нибудь значение, потому что вот написано по умолчанию 0, а 0 это без лимита. То есть можно случайно что-нибудь перебросить. На S опять же приоритет, я обычно, на джинсу тоже можно поставить чуть более высокий приоритет, я обычно ставлю минус 5. Да, где-то, чтобы чуть-чуть повыше, чем средний. Так же здесь. Соответственно, параметр limit files. Если ваши сайты используют одновременно слишком большое количество файлов, ну, как-то не спроектированных, просто плохо, то тоже можно перебросить в overlimit. А по прошлому моменту можно числе из-за опыта, по свежей опыта, по свежей опыту, приедет от выхода в разных странах? Что у нас это? Венгинс и EPL? Можно одинаково слегка повыше. Если у них разное выставлять, то кто из них должен быть быстрее? Без понятия. Настолько тонкой нет. Вот. Причем это не обязательно, но можно. Да, это чуть-чуть немного выгодить. Вот это вот механизм как-то планировщик задач, короче говоря, в системе по умолчанию EPL, но я думаю, что в данном случае там есть система вот автодетекта, то есть автоопределение, и он будет автоматом, в зависимости от операционки, использовать определенный планировщик. Для Linux это EPL. EPL. Ну, можно ставить, можно и не ставить. В Nginx я, например, ставлю. Ну, а говорю, что это, скорее всего, вообще ни на что не влияет. Вот тут путь до папочки с конфигами пулов. И возьмем, опять же, пул. Стандартный. И он, опять же, супердокументированный какой-то. Я вам предложу, скажем так, свой вариант. Да, тут вообще все, все, все описано. Только знайте английский. Как быстро все стереть? А, ну, я знаю, как все быстро стереть. Прежде всего, мы пишем название нашего пула. Я обычно его делаю... Я просто прикинул, как мне себе можно упростить работу, чтобы поменьше всего писать. Я ее называю так же, как у меня папка, в которой лежат, собственно, файл сайта. Эта система поддерживает единственную переменную. И эта переменная – это название пула. Соответственно, мы можем везде ее использовать. Тефикс – это путь до директории с сайтом. Ну, то есть у нас подставится сюда 3довую. Точно так же мы можем создать пользователя. То есть сейчас я не буду этого делать, но точно так же мы можем создать отдельного пользователя 3довый. И здесь указывается, опять же, просто пул. Ну, в этот раз мы немножко, наверное, сочетуем. И используем существующего пользователя. Дальше мы можем взаимодействовать с Nginx. Либо через TCP, то есть через как бы сетевой стек. Либо через файл сокета. Я, по-моему, где-то на одном из прошлых занятий рассказывал разницу. Рассказать? Да, да, да. Соответственно, чтобы нам безопаснее все делать, мы хотим все, что у нас внутри и чему не должно быть доступа с на окружу, повесить на внутренний интерфейс 127.001. Но мы имеем некий оверхед из-за того, что процессору все равно нужно намалывать пакетики. Все равно сетевое взаимодействие, все равно те же самые пакетики, дополнительная нагрузка. Никому не нужно. Поэтому мы можем использовать внутреннюю структуру игра. То есть создается просто файл, через который система умеет взаимодействовать. То есть два процесса могут через него взаимодействовать. Нет нагрузки, связанной сетью и нет внешнего доступа. Ну, то есть мы говорим, где слушать. Owner этого файла, где я сюда, в данном случае. А, листинграунд, да, чтобы нам надо дать доступ к Angex, нам нужно указать хотя бы группу, с которой она работает. Вот, да, да, и права на этот файл. Дальше. Соответственно, управление процессами, то есть менеджер. Будет динамический. Максимальное количество дочерних процессов можно здесь указать. Допустим, там, не знаю, 16. Start Servers, это сколько будет запускаться процессов обработчика при запуске просто первоначально. Так же, как в Apache, можно указать количество одновременно висящих работающих процессов. Амин и Макс на минимальный и максимальный. Вот здесь вот мы управляем количеством процессов. Да, то есть когда нагрузка растет, мы максимум делаем 6 процессов. Как только она спадает, дополнительно закрываются и остается только 3 висеть. Зачем нужны висящие процессы? Чтобы при поступлении новых процессов нам не надо было бы тратить время именно на процесс запуска. Они так уже запущены и могут сразу обрабатывать. У тебя всегда запущен какой-то один процесс, который уже и порождает дополнительный процесс. У тебя есть целый один порядок и кучи детей. А, то есть у него получается, допустим, если у нас сейчас Макс равны 6, или может быть, ну, допустим, по 10 человек, то сумма как-то будет 60. Нет, это и есть те самые есть children. Я не помню, честно. Честно, вот сейчас я сходу этого не скажу, но вот именно минимальное и максимальное вот здесь вот. А, параллельно висящие. Чтобы попросили ход на стройке, ты ведь совсем безумно не посмотришь? Блин, ну, этот момент точно не скажу. Это, наверное, максимальное количество, знаешь, вот 16 это всего сколько процессов может быть, а 6 это запасные. Да, то есть когда у тебя большая нагрузка, у тебя растет количество до 16, но вот тех, которые поддерживаются просто для обработки новых поступлений, да, свободные вот такие, их может быть не больше 6, 3 до 6. Так, на чём пришли остановимся. Так, это готово. Остальное мы, наверное, отпустим. То есть мы можем уже вот это, наверное, запустить. Вот мы видим, да, у нас есть основной процесс. Мастер. И три процесса пола труда. Если мы посмотрим чуть более подробно. Мы видим, что основной процесс у нас запущена труда, но обработчики запущены от того процесса пользователя, которого мы указали. А ещё у нас там был файл сокета. Да, создался файл сокета с номинами, правами доступа и с определёнными владельцами. А теперь нам нужно натравить инжинкс на это дело. И для этого у нас есть... Так, 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 так. Вот такая фигня есть. Есть вот эта вот штука. сплит а вот здесь вот она немного дублирует получается друг друга здесь пытаемся как раз на порт передавать а вот здесь у нас есть путь до файла сокета которая нам надо печь пиев пи индекс печки стандартные настройки свежая на поправим так но я боюсь что придется добавить еще строчку не получилось точно 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 да вот так получилось с минимумом усилий базовая настройка делается очень легко мы перенаправили именно печки файлы сширением печки в определенный обработчик и он нам вернул результат ну то есть с правами получается мы нигде не накосячили то что она так вот сходу запустилась это фантастика так конечно сширом подружить только файл с файл через все что умеет работать с файлом сокета через сокет файл то есть это вообще на джинкс может работать с большим количеством всего например если вы хотите сделать сайт на питоне то есть ювизги это не сервер ну так middleware так называемый у него такой сервер между основным сервером и вашими скриптами и джинс умеет работать с этим да он совсем что не работает с файл с сокетами то работает с обычным 10 что не поддерживает фэс инжай то поддерживает что-нибудь еще что поддерживает вот самый такой супер простой вариант мы уже довольно много говорим предлагаю на этом закончить если у вас конечно нет вопросов можно еще 3 минут там 7 да потеря можете показать на тройке для джинкса чтобы обработать модулю джинкс джинкс не умеет обработать у него нет модуля это точно это у апача да вот PHP есть джинкс ради легковесности отказался от такой возможности изначально я хотел еще поговорить про кэширование она что-то затянулась если хотите можем сделать потом отдельное занятие по кэшированию нам предложим все хотим? конечно окей тогда в следующий раз Колин нам что-нибудь расскажет мы сделаем анонс может быть не только про кэширование а про всякие репрайт моды или репрайт лула дать за нашим джинкс можно можно но сложно но давайте попробуем возможно понадобится отдельное занятие обычно если я хочу запустить какой-то движок полностью на джинксе и у которого есть репрайт рулы и правила то я просто нахожу их на интернете вот и все еще вопросы? очень простнежка со всякими директами да да это сложно тогда ой а можно еще такой вопрос? есть маленький вопрос да да а соответственно какие есть рекомендации чтобы опиртолка не падала под подлоса давайте тогда об этом я расскажу тоже на занятии про кэширование ну потому что это похоже по настройкам на настройку кэширования называется вот и все еще? нет? все тогда всем спасибо и до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...